здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашей встрече с александром элдером на новом вебинаре который мы проводим раз в месяц встречаемся обсуждаем рынок обсуждаем реальные ситуации и мы готовы начинать как всегда перед началом со своей стороны я скажу несколько слов в начале и во первых это как всегда предупреждение о рисках важно о них помнить и мы об этом тоже говорим в ходе наших встреч но в любом случае нужно понимать что инвестиции трейдинг они всегда связаны с рисками с ними нужно ознакомиться разобраться и научиться с ними работать а для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах несколько слов скажу о компании компании адмиралов мы являемся международным брокером работа в разных юрисдикциях мы работаем уже более 21 года и оказываем наш сервис как клиентам из европы латинской америки африки да недавно была получена лицензия в африке также в иордании и также недавно получили лицензию в канаде а мы предлагаем нашим клиентам на услуги по трейдингу инвестициям да именно по самостоятельному трейдингу инвестициям и для этого предоставляем большое количество инструментов большое количество типов счетов где вы можете использовать их как классическое инвестирование также и трейдинг мы предоставляем для наших клиентов платформу метатрейдер до 4 5 и также хотел бы обратить ваше внимание что у нас есть свое собственное мобильное приложение в котором также можно собирать портфель из акции тиф и также использовать его для трейдинга там вы можете подключить свой счет или открыть новый счет и продолжить на нем работать в нашей компании мы уделяем большое внимание на это обучению поэтому мы очень рады что александр раз в месяц присоединяется к нам и делится своим опытом и для тех кто присутствует впервые на наших встречах хочу напомнить что у нас есть youtube канал на котором как раз выходят записи данных вебинаров и проходит конкурс и там можно оставлять вопросы александру об этом я расскажу более подробно в конце нашей встречи те кто нас смотрит уже на ю тубе то не забывайте ставить лайк да и подписываться на канал также у нас есть телеграм-канал в котором мы подделаем оповещение о всех предстоящих событиях у всех вебинарах которые мы проводим поэтому также рекомендую на него подписаться чтобы не пропустить все важные события которые мы делаем и все обучающие материалы встречи которые мы проводим с точки зрения плана по сегодняшнюю вебинару да то есть мы как всегда обсудим ключевые рынки посмотрим что на них поменялось или не поменялось подведем итоги конкурса да где у нас где мы разыгрываем книгу с автографом александра обсудим текущую ситуацию на рынке что сейчас происходит в какой на каком этапе то в каком этапе мы сейчас находимся разберем несколько сделок которые были как раз присланы на конкурс разберем сделку победителя и также те сделки которые закрылись по стоп лоссу то есть в этом случае это наиболее важно и также будет серия ответов на вопросы то есть вопросы мы уже получили если останется время то будет возможность получить вопросы из зала но здесь уже будем смотреть как будет идти вебинар ну и в конце я также расскажу про индикаторы александра как можно установить на метатрейдер и про правила конкурса хотя также сказать что для тех кто присутствует возможно впервые или во второй раз то есть александр делал отдельный вебинар где мы разбирали как раз ну где александр рассказывал про индикаторы да то есть как их использовать как применять какой индикатор за что отвечает для того чтобы сложить общую картину да общее представление конечно максимально эту информацию можно почерпнуть книги александра но вот я даю ссылку также на запись на youtube канал что если вы вам покажется что индикатор вам не знакомы да то есть не все будет понятно то после нашей встречи сможете пересмотреть этот вебинар и уже все будет более понятно для тех кто смотрит записи ссылочка тоже будет в описании к видео с моей стороны это все как всегда с нетерпением ждем этой встречи с нетерпением ждем этого вебинара да очень большое количество отзывов да и на youtube канале и на почте также получаю в ожидании этого вебинара поэтому александр передаю слово вам спасибо роман на добром слове на рынках очень много что изменилось и я смотрю на расписание которое вы мне прислали значит начинаем с обзора сегодняшней рыночной ситуации вы хотите чтобы я начал со своего компьютера или будем вашим пользоваться да вы можете начать как мы дали делали с вами на прошлый раз и и да сейчас я вам дам дуру и красоты сделаешь screen еще не работает сейчас работает приурейте так как по моему работает сейчас так шерскри и идем сюда и шер так как вам видно так все порядка сегодня хорошо на рынках заменилось очень многое с нашей с прошлого месяца главным образом это то что в медвежьем рынке 5 начинать чуть-чуть издалека медвежий рынок начался на рубеже этого года смотрим на недельный график да я веду это вот здесь вот так вот да вы видите как на недельном графике был ложный пролом вверх рынок вырвался на новую высоту декабря и в то же самое время если вы посмотрите ниже и мы сиди линии мы сиди гистограмма и индекс силы все начертили медвежьи дивергенции и это было начало медвежьего рынка сейчас так одну минутку хочу это самую а только взял сейчас происходит нечто совершенно противоположное до несколько недель назад произошла лучше я уберу эти эти красные вы знаете trade station прекрасная программа для трейдинга но это не лучшая программа для для графиков поэтому просто покажу корсором ложный пролом вниз и посмотрите на фигуру и мы сиди гистограммы и мы сиди линии и индекса силы это просто классика это график который имеет смысл вот напечатать вырезать повесить на стенку возле своего торгового стола рынок проламывается вниз до нового до новой точки медвежьего рынка то же самое время предыдущая донышко гистограмма была вот такой сильный гистограмма рванула выше нуля это я называю переломали хребет медведю и потом медведя опустили гистограммы опять вниз на гораздо более плоский уровень и вот это вот бычья дивергенция причем где она не обязательно не обязательно должна быть подтверждена и мы сидели не именно в данном случае она была подтверждена что усиливает этот сигнал и сейчас на рынке происходит взлет происходит ралли которую конечно никто не верит потому что все уже привыкли что у нас медвежий рынок но ралли происходит переходим на дневной график мы видим три недели тому назад ложный пролом вниз и тоже бычья дивергенция вот было силы медведей в сентябре вот переломали хребет медведю и вот медведя опустили на гистограмму вниз ниже нуля насколько ну насколько смогли очень мало и отсюда началась новая ралли и даже сейчас глядя на последний столбик это столбик сегодняшнего дня он открылся ниже вчера вечером мысль американский рынок вошел в сезон называется earning season сезон докладов о доходах это происходит четыре раза в год и сейчас вот только что начался новый сезон он длится примерно месяц и многие огромные компании докладывают о доходах и в частности google вчера объявил о доходах и ночью акция обвалилась от пяти до семи процентов и рынок открылся низко и где он сейчас открылся низкой тут же пошел вверх то есть динамика даже вот последнего столбика показывает бычье настроение рынка со временем быков станет больше медведя станет меньше и рынок будет готов к развороту вниз типичная история но в данный момент рынок поднимается я на секунду открою график за которыми всегда вернее не график а табличку за которой я всегда слежу сколько акций достигли новых высот или новых низов низов за день в данный момент в данный момент тысяча пятьсот пятьдесят семь акций на сегодняшний день достигли нового пика за месяц восемьдесят семь акций то есть это где-то пять процентов примерно достигли новых низов за месяц то есть баланс баланс силы в данном случае четко на стороне быков вот это вот большая перемена на рынке кстати роман меня просил показать вам этот индикатор индикатор новых высот новых низов я вот это сейчас открою это будет индикатор но он я всегда вычисляю после после закрытия рынка то есть этот индикатор вам покажет данные на конец вчера что одну секунду одну секунду он покажет вам данные за конец вчерашнего дня и вы увидите и вы увидите там вот вы сейчас увидите что вы увидите индекс новых высот новых низов слева недельный график справа дневной и вы видите что на недельном графике индекс новых низов высот новых низов он три раза в этом году ударил ниже отметки в минус четыре тысячи это редчайшее явление которое обычно встречается может быть два раза за десятилетия а тут три раза за один год почему такое происходит только во время медвежьих рынков но этот сигнал работает в любое время и в данном случае вы видите вот этот индекс новых высот новых низов ударил ниже четырех тысяч потом поднялся выше этой отметки и это сигнал на покупку упал ниже четырех тысяч и поднялся выше и опять сигнал на покупку и совсем недавно он опустился ниже четырех тысяч и поднялся выше дал чуть-чуть преждевременный сигнал на покупку на две недели он поторопился но тем не менее это это недельный индикатор это не индикатор высокой точности он просто показывает где рынок находится в долгосрочной перспективе на дне смотрим на дневной рынок и это дневной рынок где где мы рассматриваем новые высоты новые низы в течение года в течение квартала и в течение месяца и мы видим во всех трех этих диапазонах великолепные бычьи дивергенции то есть рынок бьет ниже а донышки новых высот новых низов оказываются более плоскими на данный момент тренд четко вверх тренд бычий ну и конечно ключевой вопрос разворот ли это медвежьего рынка я думаю что нет я думаю что нет что мы не видели такой жесткой капитуляции которая обычно происходит в конце медвежьих рынков так что мне думается экономика по-прежнему очень ослабляется федеральная резервная система повышает учетные проценты следующее повышение предстоит в первых числах ноября и похоже что похоже что они увеличат этот процент и увеличат его немало и поэтому экономика будет дальше ослабляться рынок будет ослабляться вместе с ней но надо конечно всегда помнить что рынок не следует за экономикой рынок предсказ рынок предупреждает экономику рынок обычно разворачивается за 6 с чем-то месяцев до экономического технического разворота как всегда в техническом анализе то что близко довольно ясно то что далеко более туманно но мне думается что медвежий рынок еще не закончился и то что мы видим сейчас это обычная нормальная коррекция медвежьего рынка как и в бычьем так и в медвежьем рынке бывают коррекции вот так вот я в своей торговле я начал покупать на прошлой неделе добавил в понедельник добавил во вторник и все позиции на повышение кроме одной та которая я все таки решил надо как-то сбалансироваться поставил одну позицию на понижение и она меня тревожит думаю что я ее закрою к концу сегодняшнего дня потеряв деньги но закрыл уже четыре прибыльные позиции еще четыре открыты так что баланс баланс правильный но интересно что одна неправильная позиция именно та которая вот была у меня в игре на понижение рынок говорит тебе играй в правильную сторону надо его слушать вот это вот это то что я хотел сказать роман про 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 состояние американского рынка мы посмотрели на индекс новых высот новых низов можем взглянуть на секундочку для тех кто любит заниматься дейтрейдингом график график S&P фьючерс 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 слева 25-минутный график справа 5-минутный это это те это те те параметры которые я люблю использовать в дейтрейдинге рынок нервный рынок лихорадит он ночью S&P упал примерно на 40 пунктов поднялся сейчас он вернулся торгует в ровинге он закрылся вчера рынок неспокоен рынок нервен но краткосрочное падение которое происходит у правого края я думаю оно создаст еще одну возможность для покупки возможно сегодня может быть могу или преподавать или торговать в одно и то же время так что сейчас решение принимать не буду передаю наверное контроль вам тогда Роман будем рассматривать рынки которые вы обычно показываете как вы думаете да спасибо большое александр единственно что можно вас попросить чуть чуть поближе микрофон поставить вот написали что немножко вот так вот лучше будет вот сейчас подлинуло да прекрасно если вам так удобно то я прям как франк сенатор в микрофон хорошо извините пожалуйста ок все ваше ну здесь у меня S&P вот если да 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 резюмировать вы знаете на недельном графике что важно значит импульсная система зеленая вы видите и рынок торгуется в центре зоны ценности для меня одной из основных концепций трейдинга является то что есть разница между ценой и ценностью сейчас моя последняя книга переводится и она видимо последняя переводится и самое важное на русский и мы обсуждали с переводчицей как это лучше перевести с английского на русский цена и ценность допустим вам нужно рубашку купить вы приходите в магазин хорошая рубашка красивая 200 долларов она не стоит этих денег приду когда будет на распродаже или приходите вдруг эта рубашка продается по 50 долларов ну нифига себе эту рубашку за 50 возьму две да то есть у вас в голове есть понятие какова примерно ценность товара и вы понимаете что товар бывает ниже ценности и выше ценности цена это на ярлычке а ценность создается в течение времени так вот на финансовых рынках на бирже ценность я считаю что ценность живет в зоне между двумя скользящими средними длинной и короткой и поэтому моя задача как трейдера купить ниже ценности продать выше ценности закоротить выше ценности и покрыть свою позицию в зоне ценности или ниже поэтому глядя на недельный график цена уже вошла в зону ценности она поднимается тренд вверх но мне думается что лучшая часть ралли уже за нами уже позади я думаю что цена будет продолжать подниматься что она выйдет выше зоны ценности где собственно и начнутся продажи и еще есть время играть на повышение но лучшие недели у нас уже за спиной думается мне глядя на дневной график мы видим что последний пик у правого края МСД гистограммы выше всех предыдущих пиков за несколько месяцев это показывает это давно уже была эта старина а вот он выше пика сентябрьского например да или выше обоих сентябрьских пиков это показывает что прилив сил на рынок и что это еще не конец ралли да рынок немножко обогнал сам себя ему надо выдохнуть слегка но это еще не пик этого ралли говорит индикатор МСД гистограмм окей смотрим на DAX хуф хуф красиво просто красиво да да мы видим извините мы видим бычьи дивергенцию на недельном графике МСД гистограммы очень красивая недавняя бычьи дивергенции на индексе силы был ложный пролом вниз несколько недель тому назад и сейчас DAX взлетел и торгует торгуется выше зоны ценности то есть он обогнал американский рынок в этом смысле смотрим на дневной график смотрим на дневной график и здесь мы видим что DAX уже достиг верхней границы своего конверта это не значит что он немедленно развернется и пойдет вниз но это показывает что он достиг зоны переоцененности рынки могут оставаться переоцененными какое-то время даже недели но время поиска купить дешевле продать дороже подошло к концу DAX вошел в зону переоцененной начинает тыкать уже макушкой головы начинает тыкать в зону переоцененности нужно быть очень осторожным в самом низу этого экрана в лево извините в правом нижнем углу вы видите индекс силы уже нам дает медвежью дивергенцию но это очень чувствительный индикатор он он сигналит часто часто и по многу в отличие от MSD гистограммы которая дает сигналы не часто но гораздо более сильные так что но этот сигнал говорит о том что мы приближаемся к верхушке этой ралли в ГАКСе давайте посмотрим на золото знаете я ждал и не дождался но может быть еще дождусь вы видите это лучше видно на дневном графике но это то же самое на недельном было донышко в сентябре у золота и второе донышко ровно неделю тому назад 4 торговых дня тому назад я ожидал что что золото опустится ниже своего сентябрьского донышка создать 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 сложный пролом вниз и дивергенции на дивергенции на недельном и на дневном графике я собирался покупать покупать золото вместо того чтобы удовлетворить мой прогноз опустилась на следующий день не достигнув нового низа и взорвалось в таком отрале то есть план на сделку остался планом невыполненная сделка и сейчас я смотрю и думаю ну еще не все потеряно может быть он вернется может быть вернется и даст мне такую возможность торговать купить если будет ложный пролом вниз сижу и смотрю то есть может быть золото уже создало дно от которого может начаться ралли дивергенции не очень смотрим на недельный график слева дивергенции не очень сильные дивергенции только индекса силы дивергенции мсд гистограммы нет потому что в настоящей дивергенции между двумя донышками должен быть переход нулевой линии вверх потом обратно вниз этого не произошло поэтому и поэтому я не тороплюсь его покупать на прошлой неделе эта возможность не создалась не возник близко но не возникла и поэтому я жду может быть я получу эту возможность теперь на следующей неделе на этой вряд ли спасибо сейчас вот добавлю евро доллар и тоже напомню слушателям что завтра будет заседание европейского центрального банка где планируется повышение процентной ставки это до по-моему на 0.75 пунктов слева недельный график и главное конечно совершенно медвежий рынок и главный один главный мотор этого медвежьего рынка это разница в учетных процентах Америки и Европы федеральная резервная система штатов много месяцев назад почти год уже стал повышать учетные проценты и уже достигло уровня 3.70 3.50 3.5 или 3.75 и в первых числах ноября будет очередное извещение о том чего они решили и сильная вероятность того что они опять повысят учетный процент в Европе было только одно повышение за много лет где-то пару месяцев назад но рынок похоже похоже рынок своим приведением показывает что он верит что Европа повысит учетный процент евро который был вообще шуточная цифра 96 американских центов поднялся обратно до паритета с долларом один к одному но это не сильное ралли во-первых на недельном графике нет таких нет настоящей дивергенции на индексе силы очень чувствительным нет дивергенции в моей сиделинии нет дивергенции и когда мы смотрим на правую сторону графика опять-таки не было никаких дивергенций до этого ралли что всегда у него вызывает подозрения к ралли цены взлетели похоже на эмоциях и сейчас они достигли уровня переоцененности то есть евро уже макушка вылезла выше верхнего верхней границы его конверта знаете я никогда не хочу улавливать вот так вот смотреть на график и говорить о это разворот ниже упасть не может выше подняться не может это сам это это колоссально опасные слова мне кажется что евро достигла верхушки но подтверждение этому от индикаторов у меня нет за исключением того что дневной график достиг верхнего конверта это это слабый это слабый это был бы слабый гвоздь на который вешать сказать свою шубу которую мы так и так нет не носим но я я бы здесь внимательно смотрел на возможность закоротить когда будут сигналы а в данный момент четкого сигнала ни в ту ни в другую сторону нет и это кстати обычное состояние рынка я пришел к выводу что 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 процентов 80 времени на любом рынке царит хаос процентов 20 времени есть структура которая соответствует моей системе игры в данный момент я только смотрю на это дело руки чешутся закоротить но я от этой часовки уже давно избавился ждем сигнала какого сигнала ждем дивергенции ждем того чтобы импульсная система перестала быть зеленой это это как система цензуры когда импульсная система зеленая хотя бы либо на недельном либо на дневном графике на одном из них это уже запрет на то чтобы коротить смотрю на этот сигнал и говорю сиди сиди как-то один давно сказал приподними со стула положи левую руку приподнимись опять положи правую руку теперь сядь на них и хорошо сиди вот так вот спасибо александр давайте посмотрим на нефть какое-то состояние покоя здесь на недельном графике конечно нефть панически взлетела после 24 февраля просела взлетела опять опять опустилась я смотрю сейчас на правый на правый край сигналов как таковых нет нефть торгуется чуть чуть ниже ценности я всегда ищу возможности купить как можно дальше от зоны ценности и закоротить как можно выше а в данный момент нефть справедливо оценена собственно цена закрытия на данный момент в зоне ценности сигнала никакого нет импульсная система зеленая на недельном графике справа импульсная система зеленая в такой ситуации если вот тот мне так вот пистолет голове должен торговать нефтью я бы я должен был бы купить но если у меня желание купить нет 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 ситуации цены ниже ценности я поэтому склонен отойти от этого рынка знаете роман бывает иногда не бывает у нас класс раз в месяц бывает иногда что и вот это интересно это и сюда и сюда а сегодня такой очень осторожный день получается но я думаю что это не из-за меня это из-за рынков здесь тоже важно понимать что не всегда бывают идеи то есть не всегда можно что-то торговать а иногда нужно сидеть как на охоте как на охоте в засаде и биткоин напомнили мне в чате знаете я смотрю на биткоин я смотрю на я не торгую биткоином я смотрю на него каждый день так взгляд для меня это индикатор это как термометр спекулятивной температуры и рынок поднимается те же самые люди торгуют биткоином и дешевыми акциями спекулятивными акциями и то что биткоин подскочил сильно вчера и сегодня говорит о том что спекулятивная температура поднимается на рынке а тренд уже не молодой тренд на рынке акций так что я думаю мы начинаем мы уже ближе наверное к концу этого тренда чем к началу а от начала прошло где-то пара месяцев спасибо александр посмотрели поговорили о американском рынке посмотрели сопредельные рынки теперь у нас время как раз подвести итоги конкурса и сказать кто уже у нас победит ну и собственно посмотреть на несколько сделок которые нам присылали сейчас я покажу как раз список участников точнее те сделки которые были сейчас один момент и потом можно будет посмотреть соответственно сделки в этот раз в отличие от предыдущего то есть как раз видно что рынок идет на повышение соответственно победила бумага которая была предложена в лонг есть несколько бумаг которые еще там с открытыми позициями они тоже в лонг но не закрылись по так профит который предлагал предлагали наши зрители и да еще было несколько фактически все сделки которые предложили были в лонг в этот раз но не все были реализованы удачно хотя рынок рос но вот как раз в этой связи мы посмотрим поэтому нас победил участник с именем Юрий который предложил акцию с тигром ар мы я на ютубе напишу и расскажу соответственно как книгу получить а теперь давайте посмотрим непосредственно на сами сделки книга это приз это книга это приз Юрию за победу в этом раунде да да все верно книга да вот она у меня здесь лежит всем покажу и в конце расскажу как все могут также принять участие на нашем конкурсе а сейчас я открою экран именно со сделкой здесь я ну как всегда предварительно добавил как раз сделку недельный график дневной график и вот стрелочка здесь был вход на недельном здесь был вход на дневном прекрасно просто любо-дорого посмотреть любо-дорого посмотреть то есть а выход где был выход соответственно вот эта красная линия а вот здесь да прекрасно прекрасно вы знаете вот это вот вот это то к чему я не сделал эту сделку да но меня всегда радуют успехи людей вы знаете вот одно чувство которого я был лишен всегда это зависть вот никогда не то есть я могу сказать да хорошо я бы тоже хотел но вот зависти у меня никогда нет я рад когда у человека вот правильно сделано дело да на недельном графике резкое падение резкое падение вниз длинный график длинный штрих а потом очень коротенький и это показывает что паника закончилась да паника закончилась переходим к дневному графику рынок эта акция пробила предыдущее дно и имела все возможности продолжать тонуть но вместо того чтобы тонуть она передумала и вылезла выше уровня пролома и он купил прямо вот на этом уровне пролома на возвращении просто красота продержал продержал эту акцию сколько три недели примерно акция поднялась выше зоны ценности и тут он ее и тут он ее продал очень удачно очень удачно то есть купил купил ниже ценности продал выше ценности вот хорошая сделка еще наверное что тут очень важно в рамках конкурса мы принимаем заранее то есть человек заранее ну то есть он может посмотреть инструмент где сейчас находится цена но ты профи стоп-лосс он заранее то есть понятно что можно сделать там выйти раньше позже но это вот такой тоже тренажер как спланировать сделку поэтому очень интересно как раз готовиться к нашему конкурсу очень трудно на самом деле очень трудно это труднее чем реальный трейдинг но как говорится тяжело в учении легко в бою мне сейчас вспоминается когда еще в союзе была такая парочка белоусовые фигуристы белоусовые протопопов они были чемпионами мира олимпийскими чемпионами блестящие совершенно конькобеж фигуристы так потом сделали ноги в швейцарию так они когда тренировались надевали тяжелые медные браслеты на лодыжки и на запястья и тренировались в них а когда дело шло уже к соревнованиям они снимали эти браслеты как птицы летели да то есть тяжело в учении они создавали себе специальную трудность во время тренировки с тем чтобы лететь на соревнованиях очень хорошо юрий приятно видеть такое и вот александр по поводу как раз этой сделки один из участников написал как раз обратили внимание что здесь вот нелегально нелегально да да я тоже это верил но победителей не судят да ну то здесь здесь по крайней мере то есть может быть идеально когда и там и там разрешено да да но мы живем не в идеальном мире и поэтому я знаю что сам иногда то есть когда я вижу предвосхищаю сигналы то есть знаете хороший трейдер начинает предвосхищать сигналы новичку новичок не имеет на это права опытный трейдер может это делать спасибо александр и наверное что было бы наиболее интересно посмотреть это как раз те сделки которые ну те операции которые имели убыток да потому что наши как нужно учиться и одна здесь из бумаг это первое ли авто тикер ли здесь недельный попытка покупки да стоплосс да здесь то есть там вы знаете на предыдущем графике было видно что на недельном графике покупка была совершена когда падение завершилось то есть падение было и на предыдущем графике а потом был маленький-маленький штрих совершенно и вот во время этого то есть все падение затормозилось а здесь падение в полном разгаре и человек покупает вот нижнюю точку вот этого падающего ножа оказывается это не пол а просто воздух да и нож продолжает лететь ниже то есть в предыдущей сделке было видно что падение закончилось все нож воткнулся в какую-то плоскость и просто трепещет в ней а здесь нож продолжает лететь но опять-таки это трудно очень сделать когда ты не можешь контролировать эту сделку по ходу дела я думаю что если бы этот человек купил бы такое в своем личном счету на следующей неделе цена падает ниже его входа что не стал бы уже дожидаться вышел бы из нее когда ловишь дно просто нужно его лучше не ловить но если ловишь дно и оказывается а это не дно то уже все уже никакого никакого времени больше этой сделке не давать пожалуйста Роман да я тут как раз тоже по поводу стоп-лосса да то есть с одной стороны главное что окей если он уже стоял это уже хорошо иногда бывает что начинает его перемещать вслед за растущим убытком но здесь наверное бывший хотел тоже вот от вас комментарий да по поводу этого здесь как раз я тоже добавил да и он показывает 1.69 да здесь мы видим что вход был 23.14 а стоп-лосс на 15 стоял то есть 35 процентов очень далеко слишком далеко сколько 1.69 1.69 1.69 значит стоп должен где-то был 2.5 доллара максимум тоже такой момент который сделку планируешь посмотрел что не 2.5 а 8 долларов ну это мне люди иногда говорят ну вот если сделку очень нравится можно стоп поставить подальше да я говорю мне нравится это самое банджи джампинг когда прыгают с этим с эластическим привязаны к масту прыгают с мостом привязаны за ноги да я этого никогда не делал ну нет вид с моста так нравится можно мне веревку подлиннее очень хороший пример очень наверное характеризует как раз использование чрезмерно больших стоп-лоссов веревку подлиннее мне пожалуйста спасибо и еще один инструмент я вот тоже добавил мы на серебро не очень часто смотрели но вот один из участников который предложил сделку по серебру здесь недельный да вот здесь вход 19.36 18.2 стоял стоп-лосс и то же самое одно дневном мне не нравится про этот вход что в предыдущую неделю это видно и на недельном графике и на дневном была сильная ралли которая захлебнулась да недельным и это еще лучше видно на дневном графике как это это ралли захлебнулась после захлебнув то есть ралли захлебнулось дела плохие у быков лучше лучше с ними не играть тогда лучше не играть спасибо александр мы все умные задним числом но я надеюсь что на ошибках учимся тоже да именно в том числе для этого мы встречаемся чтобы как раз об этом говорить и разбирать хорошо тогда эту часть мы тоже посмотрели можем перейти тогда к бумагам которые я вам отправлял и вот там 5 бумаг которые посмотреть Amgen CVX Tesla JMP TMO окей на вашем экране или на моем как вы хотите я могу на своем вот сейчас я уже добавил это на моем это Amgen это Amgen да чешется руки закоротить да потому что акция явно переоценена недельный график выше конверта что происходит довольно редко но а дневной вообще парит над конвертом причем ослабевающая гистограмма МСД на дневном и медвежьей дивергенции на индексе силы что я делаю против чесания рук вы можете немножко зум аут то есть чтобы больше немножко увидеть на недельном графике чуть чуть больше вот так вот да конверт вот так вот вот так то есть мы видим что когда у Amgen случается истерика такая я хочу я хочу он выше линии конверта может привести несколько недель да вот здесь следующий и этот следующий да и вот даже совсем недавно три недели выше конверта да то есть руки чешутся но когда смотришь на такую картинку она говорит будь осторожен будь осторожен будь осторожен не залезай в первую же неделю займет по крайней мере две или три или дольше будет импульсная система зеленая да но акция явно переоценена она обогнала весь рынок смотрим на дневной график теперь одно из моих правил если я собираюсь коротить акцию то я ее буду коротить только в том случае если последняя цена а сейчас сейчас у нас где-то 4 часа еще осталось в этом дне когда последняя цена ниже цены открытия то есть в данный момент имеет место бычья динамика да акция открылась высоко и сейчас торгуется еще выше это бычья динамика акция переоценена и она может быть еще больше и она будет я думаю еще больше переоценена я не покупаю одно из моих четких правил не покупать выше конверта и не коротить ниже конверта то есть у меня установка четко я только хочу закоротить эту акцию она переоценена я хочу закоротить но при этом и недельный график индивной говорят мне алекс посиди на руках посиди на руках не торопись сделка будет не торопись спасибо шеврон свекс кстати то же самое не совсем то что на шевроны меня чесали с руки на прошлой неделе и не вошел в сделку ждем конверта не вошел в сделку по той же причине акция взлетела совершенно начала неделю сильно и закончила ее еще сильнее я могу коротить только если динамика последнего бара в мою пользу шеврон переоценен вся нефтяная индустрия сейчас очень хорошо котируется то же самое происходит на дневном рынке признаков слабости практически нет и динамика позитивная вступает в действие правило я запрещаю себе покупать возле верхнего конверта то что было на прошлой неделе то что наблюдается сейчас люблю коротить когда высоко но коротить нельзя импульсная система зеленая на что на что стоит посмотреть возвращаемся к недельному графику и проверяем высоту в апреле какая была высота шеврона сколько даже не вижу здесь сейчас самый пик да вы имеете да 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 это 182 32 182 а сейчас она продается по 179 с копейками да 178 178 да я бы очень хотел увидеть чтобы она поднялась выше своего апрельского пика и затормозилась там вот тут вот тут можно будет танцевать а пока этого не произойдет нет терпение 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 тесла находится ближе к нижнему экрану к нижней стороне монитора счастливые дни теслы прошли уже это хорошая компания но у нее появилась у нее каждый каждые три месяца у нее новые конкуренты конкуренты не глупые конкуренты знают свое дело и потом всегда есть преимущество у того кто не идет первым потому что они не повторяют ошибок лидера тесла и делает хорошие машины тесла популярные машины в то же самое время есть уже целые группы большие группы критиков в интернете которые жалуются что у тесла батареи выгорают за несколько месяцев до того как кончается гарантия жалуются то есть это обычные дела а люди постарают память еще вот тесла нужно покупать лучшая акция в америке она была когда-то лучшая акция но это не сегодня на недельном графике мы видим что тесла проверила свое летнее дно собственно как и рынок это сделал и импульсная система зеленая позволяет нам покупать смотрим на дневной график ничего особенного дивергенции нет никакой ну идет хорошее ралли тесла вошла в зону ценности последний штрих последний столбик за сегодня она хорошо начала но не очень хорошо продолжает а когда она опустится ниже зоны ценности возможно будет хорошая возможность для покупки я бы следил за возможности для покупки но только ниже ценности и смотрел бы на индикаторы в идеальном варианте мсд гистограмма опустилась бы ниже нуля но осталось бы при этом или зеленый или синий синий но не красный и вот тут то бы я стал искать возможность купить ее спасибо спасибо а джей пи морган джей пи морган не исключение не исключение не исключение недельный график импульсная система зеленая график дневной график показывает справа что это ралли обогнала ах сама себя и смотрите сегодня да сегодня ну это просто интересно она выскочила выше верха и секунду выскочила выше записываю все что потом разобраться и возможно сделать сделку она пробила вверх летний и торгуется ниже этого верха должно быть очень много любителей ее купить на этом уровне акция в стратосфере выше верхнего конверта импульсная система уже не зеленая на дневном графике небольшая медвежья дивергенция индекса силы надо будет импульсная система еще зеленая на недельном графике но вот этот вот ложный пролом выглядит привлекательно надо будет посмотреть надо быть осторожным тоже очень потому что очень высокий пик МСД гистограммы говорит о том что инерция сильная акция была сегодня выше летнего уровня а может быть она завтра опять туда пойдет так что если делать сделку ее нужно будет делать осторожно в небольшом размере наверное вот это вот продумываю я их продумываю вычисляю цифры уровни все но это четко требует заслуживает внимание и здесь последняя бумага да вот в списке это т.м.о. тикер термофишер scientific здесь прямо это акция гораздо слабее чем весь рынок рынок S&P в зоне ценности эта акция близко не смогла она на прошлой неделе поднялась к зоне ценности сейчас она гораздо слабее импульсная система синие делаем что хотим на дневном графике хорошо выраженный хорошо выраженная как сказать по-русски форма pattern акция поднимается выше зоны ценности падает выше зоны ценности падает выше зоны ценности падает и вот сегодня она опять была выше зоны ценности и падает то есть я думаю это акция которая она низковата конечно но но единственное что бы я стал с ней делать это коротить ее не тем более дорогая акция 500 долларов почти стоит не покупать только коротить если что давайте посмотрим еще на одну акцию TSM Taiwan это тайванская чиповая компания TSM почему она меня заинтересовала было очень такое боевое утро не успел сам ее вычислить на компьютере я каждое утро смотрю списки компаний которые достигли самого низкого уровня за последний месяц и самого высокого уровня так на сегодня на сегодня за вчерашний день эта компания по своей капитализации составляла три четверти от общей капитализации всех всех акций которые достигли новых низов то есть такое массивное очень падение трудно сказать с одной стороны она находится возле нижнего конверта на недельном графике очень хорошая бычья дивергенция строится в MACD гистограмме еще не активизировалась в индексе силы уже активизировалась на дневном графике пролом вниз который у которого есть все возможности стать ложным проломом но там там проблема в чем что если китайские братья решат силы захватить тайвань то это конечно делам этой компании не сильно поможет просто побаиваются этих этой покупки но вроде вроде начинает складываться технически на покупку еще не совсем но импульсная система еще красная на недельном графике но похоже что к чему-то это идет возможно покупка спасибо александр посмотрели да вот все бумаги даже больше чем планировали если пару минут ваше времени еще занять три три вопроса от наших участников вы знаете я еще заметил вопрос вопрос в вашем письме что нет ли у меня какой-то любимой акции на которую посмотреть долгосрочной я небольшой долгосрочный трейдер иногда иногда возникает что-то но сегодня идет коррекция медвежьего рынка я играю я играю эту коррекцию а каких-то долгосрочных ожиданий у меня больших нет будут поделюсь хорошо договорились смотрим сейчас смотрим три вопроса александр спрашивает что вы думаете о том чтобы трейдер облегчил себе жизнь торговал ограниченным числом ETF вместо отдельных акций например булл трехразовый медведь трехразовый и так далее и да и нет да я торговать ETF вместо акций если вы хотите жить спокойно вот взять ETF и держать его довольно долгое время да это резонно но ETF которые вы упоминаете TQQQ S Labu LABD эти ETF они не знаю по-русски сказать это ETF с плечом да ETF с тройным плечом они построены так что они честно отражают рынок в течение одного дня каждый вечер их подстраивают опять под индикаторы и поэтому они их они не отражают реальности да они отражают реальность в течение дня а на протяжении нескольких дней они отражают чушь подстройки причем это совершенно открыто делается это легально все это индикаторы для того чтобы ими торговать в течение дня это индикаторы это извините не индикаторы ETF это ETF для дейтрейдеров если вы хотите упростить себе жизнь и вы не дейтрейдер то вам нужно брать ETF которые без плеча SPY QQQ да то есть SPY вы покупаете рынок акций QQQ вы покупаете извините SPY вы покупаете S&P 500 акций QQQ вы покупаете 2000 по моему акций NASDAQ и так далее и так далее то есть если вы хотите действительно спокойной жизни то ETF вполне подходит но только без плеча как только вы подключаете плечо вы входите в такую совершенно мифическую зону где в течение дня эти ETF правдивы а каждый вечер их подстраивают и окей следующий вопрос Евгений Юджин спрашивает при разборе Джонсон и Джонсон упомянул о том что есть постоянно растущие акции я пытаюсь собрать портфель на долгий срок а ну это вот как раз то что я ответил 5-10 лет это не ваш у меня есть акция которую я собираюсь закупить вот так у меня не хватает терпения держать на долгий срок причем не просто терпение я закупаю на долгий срок а потом я вижу как краткосрочно появляется сильный сигнал на продажу так что я буду ее держать я ее продаю да и но когда вот будет паника ликвидация может быть в будущем году на рынке то компания которую я собираюсь закупить называется ASML это как как алекс small medium large это голландская компания которая делает машины для производства чипов да чипы очень важны на чипах строится современная на чипах современная вообще вся экономика это китайцев сейчас отрезали от самых лучших чипов чтобы немножко поумерить их прыть в швеции было украдено около ста камер видеонаблюдение за превышением скорости а потом чипы из этих камер находят взбитых российских дронов да опять таки чип это очень ценная вещь люди достают как могут вот есть только одна компания одна компания в мире которая делает машины для производства чипов это ASML китайцы хотели купить в ней долю но их послали вот это вот компания которую я бы скупил на долгий срок но не сейчас не сейчас ждем желаю успеха но в принципе такое долгосрочное инвестирование это не то чем я занимаюсь и еще один вопрос последний роман не наш роман другой спрашивает есть ли у вас конкретные параметры определения состояния рынка когда тренд когда флет или просто на опытный глаз я смотрю на скользящие средние на они плоские или не плоские то есть они упрощают ответ потому что цены колеблются а скользящие средние более спокойно себя ведут поэтому я делал я выводы в этом делаю глядя на скользящие средние ну и опытный глаз конечно не мешает и тот же роман спрашивает если для вас разница между дивергенцией мы сиди во время явного тренда и явного флата во время флата дивергенции не работают не работают фикция дивергенции работы только во время тренда окей роман я думаю что на этом мы разобрались сегодня во всем вопросов не остались без ответа спасибо большое александр все обсудили все разобрали спасибо спасибо большое хорошее увидимся в ноябре теперь наверное да увидимся в ноябре хорошего вам завершения дня присматривайте за позициями как планировали и увидимся в ноябре спасибо все хорошо до свидания и уважаемые слушатели и кто смотрит нас в записи буквально несколько минут в конце как и обещал рассказать про индикаторы александра и про также наш конкурс то как мы смотрели с вами сейчас индикаторы то как я их показывал на платформе мета трейдер 5 они доступны для клиентов адмиралс и все что нужно для того чтобы запросить эти индикаторы это написать нам на почту адмиралс elder диск собака адмиралмаркес.ком сейчас я прикладываю также это в чат а те кто смотрит нас на ютубе соответственно это будет в описании к видео если вы клиент у вас есть реальный счет с балансом более 200 евро то эти индикаторы для вас будут доступны если вы еще не являетесь клиентом то мы также сориентируем поможем вам как открыть счет и ответим на те вопросы которые возникнут по открытию счета мы высылаем это полный набор индикаторов инструкция на видео инструкция шаблон то есть вы будете видеть точно так же как вы видели сейчас да в ходе нашего вебинара можете настроить и собственно как мы смотрели на разборе примеров очень важно чтобы был какой-то ориентир когда в ходе многих лет работы у трейдера у александра сложились как раз представление что для него является формализация понимания ситуации на рынке и он пришел к этому как раз к тем индикаторам к тому набору к тем вариациям которые сейчас есть они для него дают понимание в какой фазе находится рынок можно ли покупать можно ли продавать и где лучше этого не делать то есть по сути со временем это складывается у каждого трейдера то есть здесь возможно вам эти индикаторы станут помогут оптимизировать вашу систему но не всегда конечно все трейдеры будут использовать эти индикаторы но какая-то из них часть может стать хорошим дополнением для вашей системы а если вы начинающий трейдер то это позволит вам как раз начать с чуть большего понимания если вы посмотрите на рынок что называется с разных сторон поэтому присылайте ваши запросы соответственно и мы индикаторы вам направим теперь конкурс у нас проходит конкурс каждый месяц где можно выиграть книгу с автографом Александра то как мы одну сделку которую сегодня разбирали один наш победитель книгу получит и вы тоже можете принять участие собственно что для этого нужно нужно во первых быть подписан на youtube канал адмиралов там у нас выходит как раз видео с александром сейчас я прикладываю еще раз ссылку на него если вы еще не подписались то обязательно это сделайте и завтра то есть уже для слушателей кто у нас да на вебинаре на завтра видео будет добавлено если вы смотрите у нас на ютубе то вот как раз под этим видео нужно во первых поставить лайк видео предложить сделку по одному инструменту который торгуется в адмиралс да у нас более восьми тысяч инструментов поэтому можно и акции и индексы и etf то есть все что вам кажется интересно да с точки зрения позиции то есть и ликвидные инструменты то в большинстве случаев они у нас представлены что нужно сделать да нужно в комментарии написать цену входа ну во первых актив да то есть по какому активу вы хотите да то есть акция или какой-то другой инструмент написать цену входа по которой вы планируете сделку да то есть это может быть день в день допустим а вот сегодня вы увидели сделку и вот сделка да вы пишите комментарий указать цену стоп-лосс сцену take profit и написать дату поста чтобы нам было проще как раз по графику цены найти где был вход и сработала ли сделка и посмотреть как она дальше себя вела соответственно сделка должна сработать в период с сегодняшнего вебинара это 26 октября до 30 ноября это будет наша следующая встреча до 30 ноября вот в этот период то есть сделка может вы можете предложить двадцать восьмого до двадцать девятого то есть у вас она уже есть то завтра сможете как раз уже написать когда видео появится на ютуб канале и если сделка сработает приоритеты даются тем сделкам кто закрывается по take profit и соответственно если несколько сделок закрывается по take profit то убирается те у которые движение в процентном в процентном отношении было больше да то есть мы не берем там одна бумага две бумаги три бумаги неважно то есть везде мы покупаем одну да бумагу и смотрим на сколько она прошла то есть движение было там пять процентов десять процентов или вот как у нашего сегодняшнего победителя было порядка пятнадцати процентов движения хотя был еще также ряд бумаг которые показывали рост там пять шесть процентов но они еще были открыты они не дошли до take профита да в любом случае примеры сделок да вы можете посмотреть в комментариях к предыдущему видео но здесь такой джентльменский конкурс в который как раз дает возможность систематизировать да то есть подумать об этой сделке наперед как бы вы ее спланировали и призом здесь может быть книга как раз автографом александра книги мы соответственно отправляем в любой регион любую точку мира поэтому участвуйте в конкурсе да и победителю мы книгу подарим и соответственно разберем все сделки на следующей нашей встрече ну и также пишите ваши вопросы в комментариях к видео мы принимаем их заранее чтобы было как раз удобнее построить тайминг нашей встречи и александр смог заранее посмотреть вопросы да и чтобы не тратить много времени в ходе как раз нашей бесценной встречи да где у нас по сути всего лишь один час ну и по поводу конкурса комментарии нельзя редактировать да это важное условие если там будет стоять пометка что комментарий отредактирован то к сожалению этот инструмент мы принять не сможем но опять же это джентльменский конкурс и здесь мы тренируемся да то есть условно где можно получить также хороший приз всем спасибо за внимание подписывайтесь да на канал если еще не подписаны будем ждать вас на следующей встрече в ноябре те кто смотрит нас на youtube канале все полезные ссылки мы оставим в описании к этому видео и всем желаю хорошего вечера всем спасибо и до свидания до свидания